Всем привет, друзья! Друзья, вы на канале SkyTopGames и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Перед началом данного видео хочу выразить огромную благодарность всем своим спонсорам на канале. Спасибо, ребята, за вашу поддержку. А также хочу сказать огромное спасибо нашему новому мододелу по Space Engine в Ване МТА. Кстати, сегодня мы рассмотрим еще очередной его мод. Земля – спутник Сатурна. Вообще, возможно было бы это или нет? Ну, я думаю, что при таком удалении нашей планеты Земли от Солнца жизнь вряд ли бы смогла существовать на планете. Ну, хотя, если предположить такую небольшую гипотезу... Да, конечно, действительно, света бы от Солнца не хватало для поддержания жизни. Но, может быть, свет от Солнца, отраженный свет от Сатурна, более бы равномерно освещали бы и прогревали бы планету. Возможно. Ну, я не знаю. Так, ну что же, давайте посмотрим. Выглядит, конечно, это все очень красиво. Согласен. Планета Сатурн. Планета Земля здесь называется Луна Мимос. Не обращайте внимания. Холодная морская Террес с жизнью. Органическая многоклеточная морская наземная жизнь. Да, это действительно наша планета. Диаметр 12 тысяч. Атмосферное давление 1 атмосфера. Вот температура минус 160 градусов. Как я и говорил, то есть, здесь, на таком расстоянии от Солнца, очень было бы холодно. И, скорее всего, я не знаю, мы бы не смогли бы здесь выжить. И, скорее всего, опять же, радиация, так же, как и от планеты Юпитер, убила бы нас. Я думаю, что радиация на Сатурне не меньше. Так, ну что же. Конечно, с этим модом мы единственное, что сможем посмотреть, это вообще на удивительные пейзажи с планеты Земля. Давайте выберем какой-нибудь континент. И, как обычно, мы опустимся на поверхность. Так, это у нас, значит, дневная сторона. На дневной стороне потрясающе смотрелся бы Сатурн на небе, на небосводе. Можно, давайте сейчас мы перемотаем, ускорим чуть время, посмотрим на движение всего того, что мы сможем только увидеть. Вот так бы выглядел бы, наверное, Сатурн на горизонте. И, посмотри, можно увидеть обращение других спутников Сатурна. Карликовая луна Пандора. Так, луна Пан. И луна Калипса. Я хочу, знаете, сейчас я перелечу, наверное, а вот, кстати, посмотри, жизнь на планете Земля, каким-то образом она здесь, не знаю, жива, скажем так. Люди существуют, все прекрасно. Ох, невероятно. Ну, в какой-то пустыне, пустыне Сахара, наверное. Невероятно. Посмотри, как бы смотрелся Сатурн на дневном небе. Так, подожди, что-то темновато как-то. А где Солнце? А, то есть, я понял. Вот Солнце, значит, у нас на другой стороне планеты. А свет, отраженный на Сатурне, от него падает на Землю. Так, ускорим время. Или... да. Вот сейчас, кстати говоря, возможно будет солнечное затмение. Так, ждем, когда Солнце уйдет за горизонт. То есть, посмотри, на ночной стороне все равно было бы как бы, ну, светло. Удивительно. Просто шикарные пейзажи. Да, братья внимание, вот ночная сторона. Здесь довольно-таки светло. Но при дальнейшем обороте планеты, когда она уходит из видимости спутника. Простите, из видимости планеты Сатурн. Свет, отражающийся, уже не падает на планету Земля. И у нас становится темновато. Да, ночь. Так, а мне интересно... Сейчас, подождите. Давайте найдем сейчас самый ближайший, наверное, спутник... Сатурна. И посмотрим. Я хочу посмотреть на планету Земля. С него. Так, расстояние 186 тысяч километров. Карликовая луна Эпиметей. Представляешь, если бы планета Земля располагалась прямо в кольцах. Здорово. Вот такой креогенный астероид. И Землю отсюда очень хорошо видно. Интересно посмотреть на вращение. Так, а сколько... Интересно, за сколько Земля делает... За сколько времени Земля делает оборот вокруг Сатурна? Непонятно. Не написано так. А что у нас по истории? Может быть, что-то в истории изменилось? В Википедии. Так, физические данные атмосфера... Азот-О2. Аргон-H2O. Ну, в принципе, все те же параметры, что и были на планете Земля. Как бы ничего нового. Ну, единственное, что можно делать, это, конечно же... Какие-то, типа, знаете, астрофото или еще что-то. Красивые скрины. Невероятно. Достаточно красиво и интересно. Ну, что же, ребята. Надеюсь, вам понравилась данная серия. Все ссылочки на Ваню в описании. Ну, а вы не забывайте также подписываться на наш канал. Ставить большой пальчик вверх. И помните, друзья, что космос и Вселенная бесконечны. И мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем пока. До новых встреч. Всем новых открытий. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok